Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я рад вас приветствовать на нашем последнем вебинаре нашей вебинарной недели, предпраздничной вебинарной недели. И сегодня у нас в гостях наша постоянная ведущая Татьяна Телегина и ее вебинар «Вибометрия. Новое направление библиометрии». Но прежде чем предоставить слово нашей ведущей, я хотел бы рассказать о тех ссылках, которые помещены в самом начале нашего чата. Итак, первая ссылка – это ссылка на наш сайт, на его главную страницу, сайт Директ-Академии. На этой странице можно зарегистрироваться на все мероприятия, онлайн-мероприятия, которые пройдут до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором появится запись и этого вебинара, возможно, уже сегодня к вечеру. Третья ссылка – это ссылка на страницу наших онлайн-курсов, и там вы можете познакомиться с предложением по 10 онлайн-курсам, которые мы предлагаем вам в качестве способа узнать что-то новое, скажем так, чему-то научиться. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара. Ну, а также на все остальные вебинары, которые вы посетили. И в конце чата я даю три ссылочки традиционно на те вебинары, которые нам предстоит на будущей неделе посмотреть, принять участие. В понедельник будет вебинар Натальи Логачевой. Это тоже наша постоянная ведущая, которая ведет цикл вебинаров по подготовке диссертаций. И ее вебинар «Дефицит информации или информационная перегрузка» – поиск литературных источников, цифровых данных и приемы их фильтрации. Во вторник, 26 числа, Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор, выступит с вебинаром «Зарубежные информационные ресурсы и отечественные электронно-библиотечные системы в информационно-образовательной среде ВУЗа». Ну и, наконец, 27 числа в среду Дмитрий Абакумов в 15 часов, обращаю ваше внимание, с вебинаром «Психометрическая стратегия образовательного проекта». Хочу обратить внимание, что 25 и 26 числа меня не будет, так что спикеры сами будут присутствовать и представлять свои вебинары. Ну, надеюсь, вам без меня грустно не будет. Я буду далеко от мест, где есть интернет, поэтому не смогу принять участие. Ну что ж, на этом вводное слово мое закончено. Я передаю слово Татьяне Телегиной. Татьяна, прошу на связь. А сам, как всегда, остаюсь в чате. Добрый день. Добрый день, Павел Юрьевич. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. И давайте по традиции плюсики в чат. Хорошо ли видно, слышно? Видно ли рабочий стол? Презентацию можно скачать. Она есть в ресурсы уже добавлена. Папочка в ресурсы справа наверху в нашей вебинарной комнате. Ага, спасибо, отлично. Все, ну тогда, тогда, пожалуй, начинаем. Тема нашей сегодняшней встречи посвящена такому направлению, как вебометрия. Но в самый почти последний момент немножечко изменился формат вебинара. Скажи, с чем это было связано. Поступил вопрос от моей коллеги, от будущего моего руководителя, я надеюсь, по магистрской подготовке Любови Вениаминовны. Проблема, связанная с выбором журнала, не выходом статьи в журнале. И вот в качестве примера я немножко сегодня изменила нашу тематику. Поменьше будет теории. И побольше мы посмотрим, наверное, как различные способы приема, те инструменты библиометрии, альтметрик можно использовать для того, чтобы решить конкретную проблему. Тема на самом деле очень такая обширная. И проблем встает много, и индикаторов много. И все, естественно, мы за один час не сумеем рассмотреть и разобрать при всем желании. И к этой мысли вчера мне еще потолкнул присутствующий здесь уважаемый Владимир Владимирович Аненков. Был у нас разговор на эту тему о том, что вот хорошо бы с точки зрения какой-то проблемы рассмотреть. Ну вот так сложились звезды, сложилась ситуация, что проблема сама нарисовалась. И немножко будет пересекаться и связана с темой предстоящего вебинара Натальи Модестовны Логачевой, как раз понедельничного. Ну вот, как бы в преддверии ее вебинара, я думаю, что, наверное, вот эта тема будет более интересна и более актуальна, чем просто рассматривать общие какие-то положения. Но без теории мы все равно не останемся. Да, и коллеги, если будут какие-то вопросы возникать по ходу, либо возникнут в конце вебинара, я сразу из вебинарной комнаты не уйду, побуду здесь еще после окончания. Все вопросы, пожалуйста, вот здесь в чате у нас есть вкладочка «Вопросы», чтобы они не потерялись в ленте, можете их оставлять сюда. Ну и если не успеем что-то сегодня разобрать, то на все вопросы, которые будут в этой вкладке, потом будет возможность ответить уже по ходу. Итак, вебометрия и библиометрия. Что это такое? С чем его используют? Откуда оно пошло? Вебометрия или вебометрика – это раздел информатики, в рамках которого исследуются количественные аспекты конструирования и использования информационных ресурсов, структур, технологий, то есть вот эти количественные подходы применительно к всемирной паутине. И вот эта схема, которую я привожу на одном из вебинаров, когда мы разговаривали о библиометрии, там эту схему я вам уже показывала, взаимосвязь вебометрии – это одна из составляющих инфометрии, очень тесно связана с библиометрией и с наукометрией. Впервые этот термин появился в 1996 году, ввели его в обращение Абрахам и Ларсен, и использовали они его в целях математических моделей World Wide Web и построения когнитивных карт. И первоначально эта технология подразумевала использование библиометрии при анализе сети веб. Но на сегодня существует уже несколько толкований этого понятия. первая – это вебометрия как статистика или цитирование веб-сайтов. Второй подход был предложен, его поддерживаются Ленард Бьернбурн и Питер Ингверсон, вот чья схема как раз и была приведена на первом слайде. Они рассматривают вебометрию как область, изучающую методы характера, свойства сети веб с помощью библиометрических методов и подходов. И есть еще третий взгляд на вебометрию как методологию исследования World Wide Web. В последнее время инструменты вебометрии очень широко используются для оценки различных организаций, их представления в сети интернет. Организации совершенно различных – научных, образовательных, общественных и прочих. Но больше это затрагивает, конечно, научная и образовательная организация. Все началось в 2004 году, когда испанская лаборатория ой, сейчас попробую выговорить это название киберметрии Высшего совета по научным исследованиям Министерства науки и инноваций о, получилось представила вот такой вебометрикс-рэнкен для оценки университетов. И в этом исследовании, в этой системе оценка образовательных и научно-исследовательских достижений университетов мира выполнялась на основе анализа представляемых вузами информации, их представления себя в интернет-пространстве через сравнение их веб-сайтов. И эти измерения повторяются, результаты публикуются регулярно, рейтинг известный, и найти его достаточно просто. До 2013 года, почти 11, да, сколько, 4? Нет, чуть поменьше, да. До 2013 года итоговый показатель рейтинга вебометрикс определился путем суммирования значений по четырем группам индикаторов. Вот эти индикаторы. Это сайдс, это размер, то есть учитывалось количество страниц, фиксируемое поисковиками Google, ях и рядом еще несколько. Второе визибилити, это заметность, количество ссылок с других сайтов, rich files, это документы, то есть насколько представлены на сайте, насколько богат сайт насыщенными полнотекстовыми документами в форматах pdf, doc, docs, ppt, pptx и так далее. В расчет брались документы по данному Google. И четвертый показатель, четвертая группа, это данные Google Scaler. Это научные материалы, это доклады, публикации, различные документы, которые содержатся в базе Google Scaler. Все было хорошо, но в 2013 году возникло желание добавить еще показатели, добавить еще индикаторов, и методика там несколько раз менялась, причем иногда существенная. Вот где-то 2013-2014 год. Добавлялись такие показатели, как activity или деятельность. Там входило три составляющих, три элемента – научное превосходство, присутствие и открытость. И в качестве измерительных средств измерения использовались также, за основу брались поисковые системы Google и Google Scaler. И в 2014 году, мы видим, эксперимент не пошел, результаты были не те, на которые ожидали авторы. Все-таки произошел обратно, частичный возврат к хорошо забытому старому. Оставили эти четыре показателя, но к показателю визибилити добавился еще один дополнительный индикатор – показатель альтметрика. это видимость в сетях, сотрудничество, общение, ну естественно, профессионального ученых и исследователей. И вот этот показатель, он определяется по данному, которые можно получить в Facebook, Менделей, ResearchGate, Академия, Twitter, Википедия, причем все издания, включая английское, и YouTube. Вот это вот новое направление, то, что появилось и то, что сейчас очень активно развивается, то, что называется альтметрика, то есть все наше общение, вся наша профессиональная деятельность в сети, все это можно посчитать и все это тоже становится одним из индикаторов, которые мы можем использовать. Все эти показатели количественные. Альтметрики – это создание и исследование новых метрик на основании социальных сетей для анализа и информирования исследователей. Это самое, наверное, молодое направление появилось в 2010 году. И анализироваться, кстати, могут самые различные социальные сети, как специализированные только для ученых, и только для ученых определенного направления, так и общего пользования. Вот это нам на заметку. Все, что мы пишем в социальных сетях, может попадать в эти альтметрики. Поэтому даже то, что появляется на нашей личной, казалось бы, странице в социальных сетях, будь то в ВКонтакте, будь то в Фейсбуке, может попасть сюда. Количество анализа зависит от того, насколько качественные обсуждения ведутся в социальных сетях. Качество анализа и, соответственно, от предоставления научной информации с агрегаторами. Изначально альтметрики и были заточены именно под интернет активность исследователей. И с их помощью можно оценить результаты научного труда по их реальному использованию или уровню интереса к ним. Вот это то, что они могут нам дать в довесок к оценке наших фундамент... значимости наших фундаментальных трудов. Что измеряют альтметрики? Во-первых, уровень внимания к результатам научного труда это просмотры, это количество просмотров, количество скачиваний публикаций, их распространение, то есть насколько часто и насколько качественно проходит обсуждение в блогах и на форумах, упоминания в различных новостях, сколько репостят ту или иную публикацию в социальных сетях. И третье, что они могут... какую информацию они могут дать, это влияние. Влияние, оказываемое на общество, ну, общественная значимость. Например, упоминается ли или дается ссылка на научную какую-то публикацию или работу в различных документах, в том числе правительственных, в различных экспертных заключениях и прочих официальных документах. В 2010 году появился, не просто так появился этот индикатор, появился манифест. Ссылку я сейчас на сайт, ой, на сайт в чат вам дам, кину. Для тех, кого интересует это направление, можно посмотреть там. Это манифест альтметрики 2010 года. И основная его идея сводится к тому, что это незаменимый, один из самых, наверное, незаменимых инструментов оценки деятельности ученых, исследователей. И за ним большое будущее. Такой позитивный посыл этого манифеста. Ну, судя по тому, как растет число индексируемых статей по альтметрике, в том числе и в основных библиометрических базах, ну, доля, правда, в этом есть. Отдельные попытки задолго до 2010 года были учитывать упоминания научных публикаций в патентах, в новостях, в учебных курсах, в других источниках. Но это не получало такого широкого распространения, как сейчас. И основные преимущества, на чем основаны альтметрики. Вот четыре основных показателя, четыре основы, на которых и строятся эти исследования. на основе числа просмотров и скачиваний научных работ. Первая группа. Ну, этот показатель использовался еще и тогда, когда самого термина такого не существовало. Например, в 2004 году один из британских медицинских журналов уже отображал на своем сайте число просмотров, опубликованных в нем статей. И тогда же было проведено исследование на этой базе, попытка найти зависимость между числом просмотров и числом цитирования статей, опубликованных в этом журнале. И автор пришел к выводу, проанализировав достаточно большой объем информации, что статьи, которые чаще других просматривают в первую неделю после публикации на сайте, и которые набирают наибольшее количество вот этих просмотров, а тем более уж скачиваний, в будущем в традиционных библиометрических базах они набирают наибольшее число цитирования. То есть связь присутствует. Другой важный показатель, который есть в альтметрике, это число цитирования. Но это не те привычные нам ссылки на научные статьи, которые мы можем в том же скопусе, например, найти. Альтметрические цитирования – это ссылки на публикации, которые формируются с помощью менеджеров цитирования и с помощью специализированных интернет-сервисов. Зотера, EndNote и ряд других. И некоторые из менеджеров цитирования устроены сразу в интерфейс библиометрических баз. То есть информация сразу попадает. Как правило, такие ссылки выглядят как библиография в конце научной статьи или какая-нибудь мини-библиотека. И практически все менеджеры цитирования позволяют пользователям хранить PDF-версии этих статей. И при формировании подборки в таких программах статьям можно присваивать теги, следить за новинками, находить похожие статьи. К альтметрическим цитированиям, кстати, относят еще и число упоминаний в Википедии. Вот есть такой ресурс как Impact Story. Он указывает сколько раз каждая публикация была процитирована главной интернет-энциклопедией. Это тоже альтметрический показатель. И вот это число цитирований является наиболее информативным показателем. И на нем все остальные индикаторы в основном выстроятся. Но есть еще один индикатор, который называется «закладки», число закладок. И он не меньше может сказать о социальном весе статьи и о реальном интересе к ней. В основу была положена идея, что если научная статья никак не связана с работой исследователей или автора, который работает с этим материалом, или не оказала никакого влияния на его работы, то вряд ли он поместит ее к себе в закладки. Если он это делает, значит статья имеет значение и имеет реальный социальный вес. Данные о том, на сколько раз научная статья была отправлена в закладки, есть на сайтах некоторых журналов. Поэтому обращайте внимание, когда будете работать, когда будете заходить на сайты различных журналов, есть ли там эти данные. Они помогут. И есть ли эти статьи? Есть ли они в закладках, та статья, которую вы обращаетесь? Прошу прощения, немножко отвлеклась на вопрос. И такие данные могут извлекаться еще и из специальных вот этих менеджеров цитирования, сайт YouLike, Менделей, там это есть. Еще одна группа показателей – это число обсуждений, комментариев и рекомендаций. Вот то, чего точно нет в традиционных системах. Основные источники для вычисления этих показателей – это Google, Twitter, Facebook, научные различные форумы, блоги. Интересный факт – было проведено исследование взаимосвязи числа твитов, в которых упоминалась научная статья. Да, Twitter туда тоже попадает. Взаимосвязь числа твитов, в которых упоминалась какая-то научная статья, с числом цитирования этой статьи. И на основе этого исследования было даже введено такое понятие, как «твимпакт-фактор», фактор Твиттера, наверное. Чем он выше, тем больше у публикаций шансов стать в будущем высоко цитируемыми. Ну, наверное, скоро появится еще и Facebook импакт-фактор и ряд других. В чем преимущество этих альтметрик? Ну, это вот в основном четыре позиции, четыре группы индикаторов, по которым можно отслеживать вот эти количественные показатели. Преимущество альтметрик. Ну, самое первое и самое главное, наверное, преимущество – это быстрота. Рассчитать самые первые показатели можно уже буквально в первые дни после публикации научной работы. И вот эти данные, взятые из проведенного исследования, источник, и вторичный источник, откуда было это взято, здесь на слайде приведено, можно зайти и посмотреть. Действительно, это так. Самое большое количество, ну, на основе Твиттера проводилось это исследование, самое большое количество отзывов, статья получила твитов в день своего выхода и где-то вот в течение первого месяца, да, где-то 56 процентов. Для сравнения, если сравнить с традиционными библиометрическими показателями, то число цитирований, получаемых, полученных статьей, берется за период, как, по-моему, в течение последних двух лет, да, в противном случае это считается нек, данные считаются некорректными и рассчитывать на корректные результаты не приходится. И вот здесь есть такой нюанс, вот, с введением альтметрик, они сейчас появились в ренце, я вам покажу, будет у нас этот слайд, не всегда зависит количество цитирований в традиционных библиометрических базах с количеством альтметрических показателей. То есть, в альтметрике публикация может набрать наивысшие показатели уже в первые дни своего выхода или в первые месяцы, а в базах Web of Science или Scopus, да и того же ренца, может не быть вообще ни одного цитирования. Поэтому, обращайте вот на эти, когда работаете, особенно с е-либрери, с ренцевскими статьями, заходите в е-либрери, смотрите раздел, обращайте внимание не только на количество цитирований по традиционным нашим показателям, а посмотрите еще раздел альтметрики. там он даст более наглядное, более быстрое представление, особенно, что касается свежих статей, там может быть по нулям, а альтметрики могут зашкаливать. То есть, есть ли интерес к этой статье. Поэтому, на это стоит обращать внимание. И такая высокая скорость предоставления данных, она позволяет более оперативно получать информацию, делиться прочитанными публикациями и много чего еще. Помимо этого, есть еще парочка положительных моментов в альтметриках. Во-первых, вернее, уже во-вторых, во-вторых, они всеядны. В отличие от традиционных библиометрических показателей, которые ориентированы на оценку научных публикаций в журналах, монографии, от альтметрики работают со всеми способами размещения информации. Это и публикации монографии, и трудоконференции, привычные нам, но плюс к ним еще и презентации, и видеоматериалы, и ролики, и, возможно, курсы контента, и сырые данные, как-то по-английски raw data, по-моему, да, называется. То есть то, что публикуется в архивах неопубликованных работ, а ссылки на эти архивы, я вам давала, когда мы говорили об издании, о скопусе, вот ссылки на неопубликованные работы, где можно представить свою черновик, например, или идею своей работы для обсуждения в научном сообществе, вот они тоже альтметриками будут учитываться. И, хотя официально с тем же скопсом или в Apple Science, скорее всего, нет. И третий плюс может такой дробный подход, да, для альтметрики могут использоваться более дробные объекты для анализа, то есть не целая статья, а микрокусочек, да, микропубликация, не весь курс целиком, а отдельный модуль. И цитируемая часть это может быть отрывок, это может быть аргумент, это может быть часть какого-то обсуждения, комментарий, а не целая научная статья. Вот в этом тоже плюс, то есть он позволяет более реально оценить социальную значимость ученого, да и вообще интерес к этой теме, или к этому обсуждению, или конкретному человеку. но для наших публикационных показателей пока еще альтметрики не учитываются, вот все баллы, особенно то, что актуально для преподавателей, все эти KPI, все эти публикационные активности рассчитываются на основе все-таки традиционных показателей, но уже уже начинают, начинается движение в этом направлении, альтметрические показатели, показатели альтметрики уже начинают приниматься в расчет, но пока что в сочетании с другими более традиционными способами оценки. Вот есть такая организация, сейчас вам тоже в чат название скину, можете поискать, посмотреть. Это сервис для организаций, это ну, сразу оговорюсь, это платный сервис, ну, который позволяет вот такую вот работу проводить. И пока еще не широкое распространение и учет альтметрических показателей, он связан с тем, что так же как и традиционные наукометрические индикаторы, здесь тоже есть свои недостатки. Раньше мерялись хиршами, да, теперь будем мериться лайками, или скачиванием, или количеством просмотров. Ну, да, есть, есть здесь и минусы. В чем недостаток или минус альтметрик. Самый первый, наверное, и главный, они уязвимы для манипуляций и их очень легко накручивать. Пока еще, да, несмотря на то, что манифест существует, вот ряд вот этих проблем и уязвимость в том числе пока еще не решены. Прекрасно все знаем, как можно увеличивать число лайков, как можно увеличивать число нужных лайков. Здесь есть такой вот аналог самоцитирования. Платное накручивание лайков, аналог перекрестного цитирования. Есть недобросовестные даже конторы, которые на этом зарабатывают, предлагают накрутить ваши лайки. Ну, опять же, количество просмотров, примерно на том же YouTube. Это тоже очень легко делается, легко накручивается и не всегда отражает реальное положение вещей. Такая проблема существует. Есть еще одна проблема, которая появилась с развитием автоматических рассылок, а тем более будет еще, наверное, усиливаться с появлением ботов. Это проблема разграничения сообщений в соцсетях. оставлены ли они реальным пользователем, либо они созданы автоматически. Например, делаем мы новый выпуск какой-то, заглавие своей статьи, и автоматическая рассылка через соцсети во все группы размещаем. Да, он ее посчитает, но было ли это реальной публикацией. те же комментарии, например, оставил ли это реальный человек, или это оставил бот, тоже. Реальный ли ученый подписался своим именем, либо это какой-то левый аккаунт, или один и тот же человек может скрываться за несколькими аккаунтами. Здесь проблема существует. И еще один минус. Альтметрики не различают контекста. Ну, в принципе, в традиционных показателях мы тоже с этим сталкиваемся. Оцениваются одинаково, что положительные, что отрицательные отзывы. Поэтому, прежде чем запустить в социальные сети фу, какая гадость, это новая статья, или ой, а какую глупость сказал этот автор, подумайте, насколько стоит это делать. Вы сейчас человеку делаете приятные выпуски, повышаете его альтметрические показатели. Количество репостов, количество ссылок. Шутки шутками, но такая проблема пока существует. И с закладками, например, то же самое. Отправляете в закладку действительно важную, нужную для вас, для работы статью, либо поместили туда какой-нибудь пример некачественной, недобросовестной работы, с тем, чтобы не забыть, потом его привести в качестве примера, как не надо делать. А альтметрика засчитает, автору, что в одной, что в другой работают, засчитает одинаково. вот пока этот минус не разрешен. И самое главное, вот эти все три проблемы, они увязываются с четвертой, наверное, самой главной. Пока еще, несмотря на то, что есть манифест, несмотря на то, что работа ведется, но вот единого подхода к набору элементов, на которых будут строиться показатели, и к техническому, наверное, осуществлению, несмотря на то, что манифест есть, работа идет, но пока еще не выработан, нет такого единого подхода. И сопоставлять данные различных альтметрик, а многие занимаются, есть несколько сайтов, которые это делают, ну вот, сопоставлять данные, полученные с помощью различных альтметрических ресурсов достаточно трудно, у них разные подходы. И еще один момент, что следует помнить, когда мы имеем дело с этим показателем. Они не оценивают фундаментальную значимость работы и публикации, а, скорее всего, социальную, может быть, какую-то образовательную, прикладную, так как они используются используются и применяются к неопубликованным документам, к социальным группам. И при использовании соцсетей все-таки наше поведение и мотивация несколько иные, какими бы великими учеными мы не были, чем при официальном цитировании других статей и книг в своих работах. То есть, по качеству здесь будут отличаться и наши обсуждения, и наши комментарии, как бы мы ни старались, все-таки социальные сети это замена живого общения, а не официальная публикация официальных материалов, где мы немножко другим стилем, языком будем излагать. поэтому здесь вот скорее упор на социальную образовательную популяризаторскую, наверное, значимость. И что касается низких рейтингов наших университетов, наших организаций, да и наших ученых, это скорее всего то, что поисковые машины, которыми пользуются тот же киберметрик лапс, на основании которого выстраиваются мировые рейтинги, они не учитывают российской специфики. И мировые индексы, поэтому нередко показывают более низкие результаты, чем национальные. Хуже отражает специфика российских учреждений, российских ученых, поэтому в дополнение существующим системам использование Яндекса и Ринц все-таки имеет смысл. Они используются в национальных системах, и поэтому здесь больше ориентир на нашу специфику. про них тоже забывать не стоит. И многие показатели мы, кстати, в Ринце уже можем найти, и альтметрики они также применяют. вот вот один из инструментов, с помощью которых можно рассчитать альтметрику altmetric.com онлайн не получится, без регистрации тоже не свободный доступ, в смысле доступ свободный, но по регистрации не платный, но требуется скачивание, установка плагина у себя, и тогда он будет отслеживать ваши публикации и давать нужную информацию. В Ринце, кстати, альтметрические показатели у нас уже появились. Если будете смотреть, то по статьям внизу после обычных наших традиционных показателей, вот пример показываю, есть уже показатели количества просмотров, загрузок, включения в подборки, ну и соотнеся это с датой выхода статьи уже можно делать какие-то выводы по поводу значимости той или иной публикации. Здесь же можно оставлять отзывы, но опять же, для зарегистрировавшихся в качестве авторов в e-лайбрерии, можно выставлять оценки, эквивалент тех же лайков, да, или оценки комментариев, и эти показатели, они тоже будут учитываться. они тоже входят в альтиметрические показатели, поэтому имеет смысл, даже если вы находите интересную статью, на ваш взгляд, интересную, но у нее в наших традиционных цитированиях стоит по нулям, зайдите, посмотрите альтиметрические показатели, особенно если эта статья только-только вышла, последний год, там вы это, эти показатели можно использовать для принятия решений, стоит ли обращаться к данному материалу. Так, перед тем, как мы перейдем дальше, я посмотрю, с вашего позволения, что у нас в в вопросах. Немножко передохнем. Список статей тоже относится. Да, Надежда Юрьевна у нас сегодня активно задает вопросы, список статей в Google Академии, цитирующих данные, относятся, посчитают. Есть на русском языке. Надежда Юрьевна, на русском языке, не знаю, что есть, то есть. Это вопрос про манифест. Пока не попадалось. Как показатели вебометрии влияют на рейтинг преподавателя и вуза в целом. Ну, вот вуза в целом, это я вам показала в самом начале, мы об этом говорили, да, то, что оценка вот этот рейтинг вебометрикс, который делается международный рейтинг, есть национальные рейтинги, конечно, это влияет. Конечно, эти данные влияют. И сейчас, чем дальше, тем больше. На рейтинг преподавателя начинают потихонечку влиять, но, опять же, пока еще официального такого влияния нет. В нашей показателе публикационной активности, например, вузовские показатели, они еще не включаются, но потихоньку для министерства вебометрии начинают отчеты. Один из показателей эффективности работы вуза отслеживают. Не зря же мы все документы готовим, выкладываем на сайт и следим за тем, чтобы вся информация была представлена там, не потому что нашему руководству так захотелось просто так занять чем-то преподавателей. Есть эти показатели, которые при аккредитации вуза, при проверках, они учитываются, они отслеживаются, и на основании этого делаются и предписания, выносятся постановления, конечно, это уже все приобретает более официальный характер. Может быть, не настолько быстро, но к этому надо просто готовиться и понимать, что с нас еще могут потребовать. Возможно, альфметрики тоже также будут учитываться в скором будущем, и на них будет обращаться внимание наравне с традиционными показателями процесс, по крайней мере, уже пошел. И от теории хочу вам показать несколько моментов, связанных с проблемой выбора журнала, анализа информации, представленной в сети интернет, когда мы сталкиваемся с необходимостью публикации в том или ином издании. вот как раз это тоже будет связано с вебометрикой. Можно, конечно, бесконечно разбирать эти индикаторы, группы и все прочее, но не знаю, как вас, а меня, например, интересует вопрос, а как это я в своей повседневной практике, деятельности, вот эти количественные показатели могу использовать раз, и во-вторых, что полезного они могут дать. все мы, конечно, рассмотреть не сможем, но несколько таких хитрых моментов я вам покажу, которые могут снизить и наши затраты времени, сил, финансов и нервов при решении вопроса научной публикации наших работ. А это преподаватели сейчас требуют и очень сурово, и когда возникает необходимость очень быстро опубликовать свою статью, мы иногда допускаем мы иногда допускаем такие вот промашки, ошибки, о которых потом можем горько сожалеть. Вот реальный пример, с которым столкнулась моя коллега, как я уже говорила, с разрешения автора, я использую этот пример сегодня на вебинаре, официальное разрешение получено, была сдана статья, заплачены, получены деньги, все хорошо, все нормально, статья в журнале не выходит. И как не попадать в эти ситуации на этапе отбора, что смотреть, как анализировать вот ту информацию, которая представлена вам сети интернет. первое, на что стоит обратить внимание, когда вы выбираете журнал. Ну, во-первых, зайдите в тот же ринц, посмотрите информацию о том, реферируемый, где он индексируется, является ли он рецензируемым, реферативным, импакт-фактор, и посмотрите, входит ли он в список вак, то есть все необходимые для нас элементы. На что обращать внимание еще? Вот, когда вы заходите на карточку журнала, обратите внимание, на, проверьте, не поленитесь, проверьте печатную ИССН этого издания, а особенно, если вы сразу минуя ринц заходите на сайт самого журнала, проверьте интернет-адрес размещения сайта, есть ли у него сайт, и вот первый доступный архив, да, какие номера доступны этого издания. Ну, вот здесь первое, что меня немножечко так смутило, название издательства и год основания журнала и доступный архив, годы архивирования номеров. Вот, честно говоря, мне это несколько насторожило с самого начала, да, 2010 год основания, а в 2009 он уже выходил, хотя информации о переименовании не было, существует с самого момента с одним и тем же названием. Вот это основные параметры, которые потом нужно будет проанализировать в социальных, в сети интернет, в социальных сетях. переход на сайт журнала. На что стоит обратить внимание? Ну, во-первых, на полноту, индекс ИССН, да, и насколько полно представлена информация о самом журнале. Всего два подраздела редакционный совет и архив номеров. Все, больше на этом сайте ничего нет. это вам второй звоночек. Это второй момент, на который стоит обратить внимание. Ни о редакционной политике, ни о ни о этике, ни о плагиате и правилах заимствования и так далее. Ничего. Минимум информации. Такое ощущение, что это сайт-визитка. Это должен быть второй сигнал, на который стоит обращать внимание. И вот, пожалуйста, для сравнения сайт издания высшее образование в России. Да, конечно, можно списать на разные возможности, технические возможности разных организаций, но в то же время такие, такой раздел, как, например, политика журнала, он обязательно должен быть или этика публикационная публикационная этика, этика научных публикаций, вот она здесь есть, они обязательно должны присутствовать на сайте. Вот это тоже, что касается анализа информации. В данном случае это все есть. ну и само меню, вот сколько разделов есть, в каждом еще часть подразделов, структурирование информации. Почему на это стоит обращать внимание, я вам чуть попозже скажу, это тоже связано с одним, это элементы, которые являются, на основе которых рассчитывается индекс, по которому мы можем судить о порядочности, об авторитетности, о репутации данного сайта, ну, любого сайта, в принципе. Ну, в данном случае мы говорим о сайте научных, научного издания. Это можно сделать все самостоятельно, можно потом я вам покажу один очень хороший индекс, который нам это помогает подтвердить или опровергнуть наш, наш такой внешний анализ. Все хорошо, сравниваем дальше. Хорошо. Раздел архив номеров, опять же, номера, мы помним, что журнал вот этот, ой, сейчас я возьму, пожалуй, стрелочку. Вот это журнал, которое мы смотрели в Ринце, и в котором не вышло, как раз в одном из недоступных номеров статья моей коллеги, да, здесь данные, весь архив представлен только за последние два года. Да, работа по оцифровке, это сложно, не все, опять же, могут себе позволить очень быстро перевести весь архив в цифровой формат. все понятно, но, если журналы сдаются с 2010 года, то, ну, хотя бы за последние три, четыре, пять лет, здесь, да, здесь вот за, по-моему, там, тринадцатый, девнадцатый год, глубина, так, архивирования, да, она достаточно хорошая, высшим образованием в России. Да, здесь гораздо больше номеров представлено. Что еще вас должно смутить? Посмотрите архив номеров. Если последние номера недоступны, а, может быть, их, их вообще не было. А выходили ли они? Это, это еще один вам звоночек сигнал. На что еще обращать внимание? Откройте список редколлегии. И посмотрите, даже не вдаваясь в подробности, кто эти люди, изучая их данные, поискать, да. Вот, опять же, внизу редколлегии высшей образования в России, приведены гиперссылки, можно перейти отсюда, сразу же посмотреть, приведены максимум данных о членах редакционной коллегии, даже контакты для обратной связи, чего мы не видим на первом сайте. Тут вообще даже непонятно, если вы захотите посмотреть, а кто эти люди, вам придется осуществлять поиск вручную. не вполне правильное представление информации, либо это сделано умышленно, а может быть и с некой целью. И еще смотрите на контакты, контактные данные и подвал, то, что находится внизу страницы, главной страницы. например, вот тоже два подвала, наверху наш сайт и внизу это высшее образование в России. Ну сравните. Если мне нечего скрывать, если это добросовестная организация, если это журнал, который работает для своих читателей, то, конечно, данные будут представлены полностью, в том числе юридические адресы, обратная связь, контакты, в первом случае их днем с огнем не найти на этом сайте, на этой странице. И весь сайт этого журнала, который вызвал вопрос, он состоял всего из трех практически страниц. Вот это вот те моменты, на которые стоит обращать внимание. Как проверить ССН журналов? Заходите на портал ССН и просто забейте сюда номер, получите ответ. И если есть вариант печатной и электронной версии, а это два разных индекса могут быть, как у лучшего образования в России, то здесь же в одной выдаче вы получите ответ на оба этих вопроса. И вот представляется, да, ну вот единственное, что здесь хорошо ИССН, да, журнал зарегистрирован, ИССН присвоен, слава богу, здесь хотя бы все в порядке. Это не мошенническое издание, которое иногда присваивают себе чужие ИССН, либо просто придумывают, вешают на свои сайты. Такое тоже бывает, поэтому это вот тот индикатор, по которому стоит в самом начале проверить. Да, ну здесь регистрация, слава богу, есть, здесь все хорошо. Значит, это какие-то внутренние проблемы, либо издание, либо той организации, которая занимается издательством. И вот высшее образование в России. Вводим один ИССН, то, о чем я вам говорила, и если есть онлайн-версия, он выдаст и этот номер тоже. Они могут отличаться. Ну, во-первых, на сайте они оба и должны приводиться. Ну, если нет, то здесь можно легко проверить. На что еще обращать внимание? Вот очень любят играть сайты импакт-факторами. Вот вам пример, как иногда мошенничают, и как вот эти вот показатели, которые очень красиво выглядят в Семага, в Скопусе, на самом деле таковыми не являются. Первый пример. журнал без индексации. На сайтах просто либо пишут придуманный, нагло пишут придуманный индекс, либо умалчивают, а где этот импакт-фактор рассчитывается. Вот второй вариант мошенничества. В журнале есть, а в Скопусе этого журнала вообще нет. Вот это вот пример. Хотя на самом деле этот импакт-фактор существует, он есть, но отнюдь не в Скопусе. Поэтому вот эти показатели всегда проверяйте по базам, не доверяйте тому, что написано на сайте. очень любят эти индикаторы себе привешивать. Вот вам, пожалуйста, захожу в Симага Джорнал. Это доступная открытая список скопусовских журналов со всеми рейтингами. Там можно проверять, там можно осуществлять поиск, можно смотреть статистику по каждому журналу. Про него я вам тоже рассказывала, как работать с этой надстройкой над Скопусом. В отличие от Скопуса, здесь не требуется регистрация и вход открытый. Поэтому это очень удобный ресурс для нас, хотя бы на этом этапе, для оценки качества сайта и качества научного издания. Я вожу данные по этому первому журналу, что мне выдает Скопус. А нет такого журнала вообще, он не индексируется в Скопусе. Откуда взялся этот индикатор? Откуда взялись эти цифры? А вот они откуда? Они не врут. Нет, они все правильно написали. Они только умолчали, где он индексируется. Но это тоже как элемент мошенничества. А индексируется он вот в африканском, в африканской базе. Вопрос. Опубликуете вы там статью. Скопусе она не отображается. Она отобразится вот здесь, да. Оно вам надо? Но деньги вы уже заплатили. И таких случаев на самом деле очень много. Очень часто такие сайты попадаются. Поэтому, когда выбираем издание, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Смотрите, где он публикуется. И помимо того, если проверить этот сайт на ИКС, вот посмотрите, ИКС у него 10. 10. Это вообще ничего. То есть, сайт абсолютно недостойный внимания. Лучше в этом издании не публиковаться. Еще один способ, к которому очень часто прибегают и играют на использование этих индексов. Журнал подал заявку на вхождение в Скопус или в в App of Science. Но подача заявки это еще не само участие в рейтинге. Скопус рассматривает, например, заявки в течение от полугода до года. И гарантии, что журнал войдет, нет никаких. Поэтому, если вы видите вот такое сообщение, скоро-скоро только у нас мы будем в Скопус, не подавайтесь на эти уловки. Эта фраза может висеть годами. Просто годами. Это тоже такой вариант мошенничества, хотя все остальное может быть вполне правильно. Все замечательно. Обратный вариант в Скопусе был, но исключили. Больше он там не регистрируется, не индексируется, но фраза висит. Да, можно сослаться на то, что не всегда быстро проводится работа на сайте. Но это, опять же, вопрос к качеству и к авторитетности этого сайта. Проверьте. Проверяйте по этому приложению, есть ли этот журнал. Открывайте саму карточку журнала и проверяйте по ней, потому что вот здесь в поисковике, да, он показывает, что этот журнал есть, он числится пока еще в базе скопусовской, но если мы перейдем по ссылке, откроем саму карточку журнала, вот здесь есть волшебная строчка, что он индексировался до 16-го года, а сейчас, дай бог, 19-й. А фраза все еще висит. За два года не поправить сайт, но это уже понятно, что злой умысел. да, проверяйте вот этот показатель, да, есть ли он вообще в списке. Ну и опять же, ИКС, у него 20. Проверяем, забиваем строчку, проверяем на, по индексу качества сайта, 20, чуть-чуть побольше, но это тоже ни о чем. Журнал, который не стоит, которому не стоит доверять. Еще один вариант, это клоны. Несколько сайтов одного и того же издания. Вот, например, известное издание Current Science. Есть два адреса. Опять же, если вы переходите на сайт издания, пожалуйста, пользуйтесь не, подпользуйтесь лучше вот этим официальным переходом. Во-первых, вы увидите, что он есть в скупусе. Во-вторых, вы отсюда попадете точно на сайт нужного вам издания, а не на созданный клон неизвестно кем, неизвестно с какой целью. И вот, у этого издания есть два адреса. Тот, который справа, и тот, который слева. Как вы думаете, какой из них реальный? Какой из них настоящий? Вот по адресу сайта мы можем сориентироваться, какой из них является настоящим. Поставьте просто в чат буковку П, если вы считаете, что вот этот адрес правильный, и буковку Л, если вы считаете, что вот этот адрес правильный. Угу. 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 То есть вот этот, да, орг, который. Ага. Орг. Это, это, это у нас правый. Угу. Есть. Ура. Дождалась. Ура. Моя, моя тезка ответила правильно, да? Ага. Первый все-таки, Полина, по-моему, Полина Владимировна у нас была. Прошу прощения, нырнула в чат. Да, коллеги, вот этот адрес является правильным. Орг. Это клон. Это фальшивый адрес. Значит, смотрите, как определить даже по адресу. Это издание чьем? Индийская академия наук. С какой радости Индийская академия наук, либо образовательные учреждения, которые, в принципе, являются, относятся к сфере государственных, будут размещаться на вот этом сайте. Скорее всего, это будет другая доменная зона. Если это Индия, то это будет, вот, Индия. Да. Если это Россия, то либо доменная зона.ру, либо РФ. Если видите ком.орг, это уже первое сомнение в том, что это нормальный сайт для научного издания, которое находится в определенном регионе, в определенной стране. Не факт. Не факт. Но сомнения вызвать может. Поэтому, опять же, заходите и проверяйте через карточку, если это индексируется издание в скопусе, через скопусовскую, веб оф сайнс через веб оф сайнс, если наше отечественное, посмотрите хотя бы в ренце. Как выглядят? А теперь сравниваем эти два сайта. Вот он наш.орг, и вот он наш непонятно какой доменной зоны Индии. Опять же, по внешнему виду не факт. Очень многие западные сайты, они строятся по принципу минимализма. И реальный нормальный сайт нормальной организации может действительно выглядеть вот так. Не любят они большого количества разных бантиков, фантиков на сайты навешивать. Есть. Есть такой подход. Почему нет? Проверяем дальше. Опять тот же самый волшебный ИКС. Индикатор, который помогает очень здорово. Забиваю тот и другой адрес и получаю два совершенно разных результата. Здесь 1300. Это очень хорошо для научного издания. У высшего образования в России у нас вообще 300. А здесь 1300. Это оценка качества сайта. А вот здесь что он нам пишет? А вообще никаких данных по сайту нет. Он не существует. Мошенничество чистой воды. Поэтому вот этот вот индикатор, это та наша палочка-выручалочка, да, тоже относится к водометрическим индикаторам, который помогает нам быстро провести оценку, даже если вы зашли не через Семага, не через настройку, не через скопус, а просто зашли на сайт через поисковик. Ну, проверьте его. Что это за волшебный такой показатель? Кто этот самый Мистер Экс? Это очень полезная для нас штука. Это полезная метрика. Индекс качества сайта Яндекса, который самый свеженький. Он действует с конца августа 2018 года, и где-то осенью он еще находился в бета-версии. Сейчас уже работает нормально. Он введен вместо ТИЦ, тематический индекс цитирования. Был такой показатель у Яндекса. Это новый показатель качества сайта. ТИЦ вообще существовал с 1999 года. Помните, на некоторых сайтах внизу писали в таких рамочках ТИЦ и дальше цифры, ТИЦ и дальше цифры. Так вот, этот, на который мы мало обращаем внимание, а в принципе это полезная штука для нас, когда мы занимаемся работой с различными ресурсами интернета и проводим такую оценку качества. Этот показатель служил для определения авторитетности сайта на основании количества и качества других сайтов, которые на него ссылаются. Чем более авторитетные люди меня окружают, тем выше и мой престиж. Вот с сайтами та же самая история. Чем больше на меня ссылаются авторитетные сайты, качественные, тем выше мой уровень престижа. Поделились вы на каком-то форуме ссылкой на любой сайт, все, вы ему ТИЦ повысили. А если еще ваш престиж высок и на своем сайте разместили, у которого высокий ТИЦ, то вы ему накручиваете этот показатель. Оставили ссылку в комментариях и еще подняли индекс. И именно поэтому очень часто, если помните, а может и сейчас еще это продолжается, на каждом ресурсе любыми способами нас просят делиться ссылками. Поделитесь ссылкой в соцсетях, поделитесь ссылкой на своем сайте. Давайте поменяемся ссылками. Ушлые вебмастера очень быстро нашли способ, как этот индекс накручивать или поднимать искусственно. Началась банальная скупка ссылок на свои сайты. Появилось то, что называется биржами в интернете, биржи ссылок, которые этими ссылками торговали направо, налево, вверх и вниз. И поэтому очень быстро произошло то, что более медленно, но тоже начинает происходить с традиционными метриками, если так провести аналогию с библиометрией, рядовому пользователю вот этот индикатор очень быстро стал бесполезен, потому что реального положения вещей и реального качества сайта он не отображал совсем. Поэтому на него внимания не обращали. Но время идет. Интернет меняется сильно и довольно быстро. Возрастает и появляется количество мобильных приложений, мобильных пользователей, возрастает и развиваются социальные сети. Эпоха вот этих SEO-ссылок, продвигающих сайт, она начинает проходить, если уже не прошла. И сильно начинают меняться сам механизм и алгоритмы ранжирования сайтов. Современные вот эти поисковые системы, они учитывают при формировании выдачи, когда мы задаем поисковый запрос, что нам выдать, сотни различных сигналов. И ссылки сейчас это далеко не единственный, наверное, не самый главный показатель качества, на который стоит ориентироваться, в том числе и владельцам сайтов. Для нас это с вами тоже может иметь значение, так как кто-то делает свой сайт, кто-то делает свои образовательные ресурсы, онлайн-школы, сайты преподавателей, учебных заведений. Вот это для нас тоже становится важным в этом аспекте. И под ИКС, то есть под качеством сайта, Яндекс понимает в первую очередь востребованность сайта аудитории. Чем больше пользователей смогли с помощью этого сайта удовлетворить свои потребности, чем больше вопросов они решили, чем больше задачи они решили, тем он полезней. И при этом важно не просто количество пользователей, но и степень их удовлетворенности. То есть оценивается этим показателем общий уровень доверия к сайту. И при этом используются различные данные как о сайте, так и внимание о стоящем за ним бизнесе. То есть оценка идет не только по конкретному сайту, но и по его учредителям, организаторам, владельцам и так далее. Вот то, с чего мы с вами начали, когда смотрели самые первые примеры, я вам сказала, обратите внимание на само издательство. Не пленитесь, посмотрите, кто издает, что это за издательство, что это за бизнес. Этот журнал – это только одна из составляющих среди 148 позиций, чем может заниматься данная организация от шитья тапочек до разработки программного обеспечения. Ну и заодно еще издательская деятельность, мы называем себя красивым научным журналом. Или они специализируются, а каково их финансовое положение. А может быть ваши номера не вышли, потому что там есть незакрытые судебные исполнения и незакрытые долги в миллионы рублей. Это тоже момент, на который следует обращать внимание. И вот преимущество вот этого индекса – то, что они это тоже учитывают. Вот в этом индексе они эти данные получают и из поиска, и из любых других сервисов Яндекса, и метрики, и дзены, и карты, и различные ресурсы. И алгоритм расчета ИКС, он совершенствуется, он меняется. И это совершенно новый индикатор, который отображает именно не только количество, но и качество ресурса. То, о чем мы говорим, переход от количества к качеству, с помощью этого индекса Яндекс попробовала реализовать. И здесь используются сотни параметров для расчета этого индекса. Слава Богу, что он делается автоматически. Нам выдается результат. Вот посмотрите. Помимо посещаемости сайта, что еще учитывается? Удобство навигации – то, о чем иногда владельцы забывают. Количество просмотров в пользу. Время нахождения читателя на сайте. Читаете ли вы статью, либо вы заглянули и быстро выскочили, как от огня. Интенсивность появления и количество комментариев на сайте. Уникальность опубликованной информации. Замешан ли был сайт в распространении вирусов. А иногда бывает, что если мы выделяем внимание своему сайту, как владельце, то через нас, мы даже об этом можем и не знать, если не следим, начинается распространение вирусов по компьютерам наших пользователей. На это тоже сейчас обращается внимание. Это тоже один из показателей, который учитывается при расчете этого индекса качества. Частота публикации новых статей. Как часто обновляется информация. Адаптивный дизайн, адаптивность к мобильным устройствам. Тоже становится скорость загрузки сайта. Если много вирусов, если мы не следим за своей платформой, если у нас лоскутные одеяла вместо внутреннего кода, то скорость загрузки будет и множество других факторов. Вот это все учитывается при расчете индекса качества сайта. Где его можно посмотреть? Есть ресурс, есть ссылка. Очень просто. Вводим просто название сайта из адресной строки, без всяких HTTPS и 3W, само название, имя. Один клик к мыши нам выдается результат, который оценивается по этим и многим другим параметрам. Вот, например, высшее образование в России. ИКС 300. Нормально. Я знаю, что сейчас идет реорганизация. Там существует два сайта в интернете высшего образования. Происходит переход с одного сайта на другой. Есть старый, есть новый. Вот это оценка по новому сайту. 300 – это нормально. В нашем левом журнале, который мы смотрели с вами, там вообще было 10-20, если помните. Это совсем показатели очень низкие. Скорее либо мошеннический сайт, либо никакой. Либо вообще чисто мошеннические сайты. Они здесь выводиться не будут, потому что они не индексируются. Нечего там проверять. Если 100, вот у журнала, в котором возникли проблемы у коллеги, там около 100. Это низко, это мало. Значит, где-то от 200 и выше. Ну, вот индийский, мы помним, 1300 был показатель. А у популярных ресурсов за сотни тысяч переваливают. То есть Яндекс нормально отображает, даже по зарубежным сайтам он дает хорошую, правильную статистику. И это свидетельствует о том, что владельцам сайтов сейчас реально приходится заниматься своими ресурсами, если они хотят остаться авторитетными и значимыми. Постоянно их совершенствовать, не скопировать тысячи текстов других авторов, купить кучу ссылок и обвешаться рекламой и ждать дохода. Вот этот подход уже не работает. А это говорит не только о количественном показателе, который нам говорит о качестве, в том числе и того научного издания, в котором мы собираемся публиковать свою статью. Где еще можно провести анализ сайтов? Еще одну ссылочку вам дам. Там много параметров, которые можно посмотреть. Вот самый простой и самый легкий способ я вам показала. Это то, что в процессе быстрой выборки, куда опубликоваться и не попаду ли я на деньги, ИКС спокойно можно пользоваться. Ссылку еще раз тоже в чат. А вот этот второй ресурс, там можно проверить вообще анализ, провести анализ сайта, в том числе и на вирусы. Ну и еще одна полезная ссылка, она здесь есть на презентации, как быстро проверить свой сайт на вирусы, либо тот сайт, с которого вы собираетесь что-либо скачать, загрузить, посмотреть к себе, либо чем плагином вы собираетесь воспользоваться. Лучше это сделать сразу. И вот вторая ссылка, это вот как раз на тот самый поисковик ИКС, на тот индикатор Яндекс.Вебмастер, где можно проверить данные по интересующему нас сайту. И на сегодняшний день у меня, коллеги, пока все. Да, чуть не забыла вам. Мы с вами благополучно приближаемся к концу. Посмотрели только, познакомились с вебометрикой, с альтметриками, что это такое, где это применяется, какую-то ответственность накладывает на нас, как владельцев групп форумов, чатов, сайтов. И я вам показала, на что стоит обращать внимание при проведении анализа, не только опираться на количественные показатели, но и какие моменты могут возникнуть при поиске места для нашей публикации. И как с помощью показателя, только одного показателя ИКС, мы можем с этой проблемой с вами справиться, совместными силами. Список источников по теме для тех, кого интересует более серьезный подход к вебометрии, к альтметрикам, кому нужно писать публикации, опять же, на что ссылаться. Я вам его здесь привожу, это только небольшой перечень того, что есть. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Всех благодарю сегодня за участие в нашей встрече. Вопросы я сейчас еще посмотрю. И о счастье Павел Игоревич нам пишет в чат, что сайт снова работает, поэтому проблем с получением сертификатов либо регистрациями быть у нас не должно. Вот это скорость. Если остались какие-то вопросы, коллеги, пожалуйста, есть у нас две группы. Это авторы научных публикаций, можно вопросы задавать туда. И вторая группа, которую предлагаю вашему вниманию, это группа «Галактика и Лернинг». Да, кавычка открыта с одной стороны, мы открыты для всех, для общения, закрываться не собираемся. Это группа широкой образовательной тематики, можно задавать все вопросы, но связанные с Лернинг, с онлайн-обучением, с дистанционным обучением, ну и в том числе все вопросы по вебометрикам, альтметрикам, различным инструментам. Все, что связано со средой интернет, тоже можно задавать туда. Я знаю, что там очень много специалистов, которые и технических специалистов, очень талантливых, которые могут помочь и помогают. Пожалуйста, не стесняйтесь, если есть какие-то вопросы, как что настроить, сделать. И то, что касается технической стороны, это вот туда. Да, спасибо большое, Павел Юрьевич, продублировали ссылку в чат. Очень много интересных людей, очень много групп, это действительно созвездие, где много различных групп, связанные с тематикой, они вот объединились в одну такую большую группу. Поэтому приглашаю всех к участию. И, коллеги, последние вопросы. Сейчас посмотрю, что у нас. Почему-то Яндекс не дает строчку для выяснения ИКС. Надежда Юрьевна, это вот по ссылке, надо перейти по ссылке, которую я вам дала в чат, и которая и есть на слайдах нашей презентации. Эта проверка идет в Яндекс.Вебмастер. Я вам дала прям ссылочку на этот ресурсчик, ее прям тебе в закладке можно поставить или закрепить вкладкой. И в адресной строке, либо в поисковике, где вы встречаете название сайта, который вы хотите проверить, вы просто копируете этот адрес, но убираете все вот эти HTTPS, все, что идет до адреса. Вот сам адрес из адресной строки, само имя сайта. Вот его туда набираем, и он выдает очень быстро, прям моментально практически, выдает все оценки. Ага, Надежда Юрьевна уже нашла. Я ответила на вопрос, только потом увидела, что вы уже нашли. Исходя Настасье Георгиевне, муниципальных библиотек, какого должен быть ИКС у сайта, система. Настасья Георгиевна, ну, больше 100-200 точно. Ничего страшного нет. Вы просто посмотрите, какие низкие ИКС еще. Это, кстати, не всегда показатель фальшивости или недобросовенности сайта. Просто обратите на это внимание. Либо, может быть, нулевой ИКС. Вот сейчас у моего сайта, например, ИКС равен нулю. Но он есть. Почему ноль? Потому что сайт находится на реорганизации. Я его вычистила полностью. Сейчас начинаю просто загружать туда материалы. Он закрыт. На него попасть можно только по ссылке, если я ее дам конкретному пользователю. Пользователи на сайте не регистрируются. Там есть только два человека. Есть я и программист, который помогает мне решать ряд вопросов. То есть я его закрыла полностью для того, чтобы переделать, и для того, чтобы он не болтался по интернету. И там спам мне не сыпали. Очень много начинает сразу спамеров туда. Заходить и регистрироваться с пользователями. Я это просто закрыла. Поэтому он сейчас ноль. Но он отражается. То есть пишут, что адрес сайта ИКС равен нулю. Правильно, я знаю, что так и должно быть. Когда я его открою, конечно, я за этим буду следить. И, конечно, вот те параметры, которые я вам перечислила, на которых ИКС рассчитывается, я на них сейчас обращаю внимание. Вот скорость сайта нам удалось поднять до 0,04, наверное, секунды. Скорость открытия страницы. То есть это сайт, он делается на Битриксе, он композитный, что называется. Очень внимательно смотрим, какие инструменты используются, как это используется. То есть это может быть. Но если вам показывает, что вообще не найден такой сайт, вот как у нас было с индусским орг, вот это уже информация к размышлению. Скорее всего, это сделано мышленно и намеренно. Вот это скорее такой фишинговый сайт, подделывающийся, мошеннический 100%. ИКС пересматривается каждый месяц. Этот индикатор может меняться каждый месяц. Они там вносят новые дополнения, новые изменения. Все будет зависеть от того, насколько у сайта системы муниципальных библиотек удобная навигация, насколько полно представлена информация. И мы начали вот с тех веб-метрических показателей, какие файлы загружены, есть ли полнотекстовые файлы. Вот это все имеет значение. Как часто он отображается в социальных сетях, дают ли на него репосты. То есть вот это все взаимодействие в социальной сети, это тоже будет иметь значение для того, чтобы его повысить. О, поздравляю! Пока я рассказывала, уже проверили. 350. Супер! Даже больше, чем у высшего образования в России. Настасья Георгиевна, вам есть чем гордиться. Теперь давайте до 1350 и к концу учебного года порадуйте нас этой цифрой. Да, информация есть. Коллеги, если будут вопросы, опять же, обращайте. Обращайтесь, пишите, приходите. Будем разбираться. И если по веб-метри, по веб-метрикам будут возникать какие-то аспекты, которые вам хотелось бы, чтобы мы осветили, пожалуйста, тоже пишите и в группу, и можно писать мне в личку. Вот интересное направление. Вчера после разговора с Владимиром Владимировичем Анинком у нас уже нарисовалось про веб-фолио. Вот теперь думаю, над этой темой, наверное, сделаем-сделаем или передачу, или вебинар, или какое-то информационное такое мероприятие, событие. Тема действительно очень большая и аспектов очень много. Поэтому очень интересно, если эти проблемы или аспекты вы тоже будете помогать мне формировать то, что, формулировать то, что интересно для вас. Итак, коллеги, с вопросами вроде разобрались. Всем большое спасибо за сегодняшнее участие, сегодняшнюю встречу. Дорогие друзья, спасибо за участие в вебинарии. Я поздравляю вас с наступающим праздником Защитника Отечества. На следующей неделе мы с новыми силами возьмемся за наши вебинары. У нас, как всегда, будет полная неделя вебинаров. А сейчас я хочу пожелать вам хороших выходных и с новыми силами приходить в Директ-Академию. Огромное спасибо нашему сегодняшнему спикеру Татьяне за замечательный вебинар. Всем всего доброго. До встречи в Директ-Академии. Субтитры создавал DimaTorzok